Всем привет, я Олеся Грузинская и сегодня я представлю вам подборку переоцененных ароматов А почему она висит не посередине? Так задумано? Моя императричка! Гуляй, шальная! Я фанат натуральных ароматов, скажем С бегущей девушкой в длинном зеленом платье Ну вот мне кинзо больше понравилось Если честно, немножко страшно, я не очень хочу нюхать пинты и болезнь С вами наверняка случалось такое, когда вы видели презентацию какого-то нового аромата и просто ждали Ждали, что выйдет эта бутылочка, а в ней просто какой-то невероятный эликсир Или кто-то из блогеров, или даже из друзей вам рассказывали с упоением о том, что этот аромат просто бомба А вы приносите его домой, уже, допустим, купив И понимаете, что не стоит он этих денег И вообще, в принципе, почему о нем столько шумихи? Сегодня я представлю вам те ароматы, которые, на мой взгляд, вот вообще не стоят той шумихи, которую вокруг них накрутили Первая молекула от Escentric Molecules По сути, этот аромат просто гениальная афера Потому что в то время, как большинство парфюмеров бьются над созданием каких-то сложных, невероятно необычных композиций и сочетаний В это время парфюмер Гиза Шуен берет и просто растворяет молекулу Исой Супер в спиртовой основе Кстати, практически на всех флаконах есть предупреждение, что этот аромат лучше наносить не на блотер, а на кожу Что, кстати, если будучи честными, нужно делать со всеми ароматами В принципе, он получился довольно интересным, таким слегка свежим и древесным Но вот чтобы продать его, консультанты пойдут практически на все Они будут вас уверять, что именно эта молекула схожа по своим действиям с какими-то просто феромонами Что от вас будет пахнуть так, что вы будете привлекать внимание противоположного пола Естественно, это неправда Но при этом большинство пользователей говорят, что они скорее симпатизируют этому аромату Ну, действительно, здесь мало что может не понравиться, если он практически не имеет запаха И все же мне кажется, что слишком много шумихи вокруг аромата практически без запаха История аромата Joy от Dior, мне кажется, очень интересная Потому что Dior очень долгое время молчал, не выпускал новых ароматов А тут приглашает просто мировую звезду Дженнифер Лоуренс Причем название, мне кажется, можно воспринять двояко С одной стороны, это, казалось бы, очень простое слово Радость, там, веселье, что-то в этом роде С другой стороны, в 2015 году именно Дженнифер Лоуренс играла главную роль в фильме Joy Тогда это было имя главной героини Возможно, этот аромат имеет или отсылку к фильму, или поэтому выбрана была именно Дженнифер Лоуренс К сожалению, ни масштабная презентация, ни то, что скрывали пирамиду, ни даже Дженнифер Лоуренс не спасла этот аромат Он слишком простой для такого помпезного представления Ну, о чем я и говорила Запах приятный, его можно спокойно купить Вы наверняка сможете им пользоваться и найдете миллион возможностей, чтобы его нанести на себя Но при этом у него нет характера Я не думаю, что хоть один человек действительно будет бежать за вами и спрашивать А что это за аромат на вас? Все-таки скажите, пожалуйста, я тоже такой хочу Потому что он похож на десятки других ароматов Нет у него собственного характера Чтобы примерно понимали, вот он скорее сладкий, но при этом неприторный Немного свежий, но при этом безмятый И вот он во всех своих показателях такой Не да Аромат World от Kenzo Вот прежде чем вы послушаете мое описание этого аромата Я вам советую настоятельно посмотреть рекламу этого аромата Потому что у меня от нее бежали мураши Это прекрасная женственная девушка в зеленом платье Которую как будто ударила электрошокером И она начинает просто в невероятном бешенстве практически танцевать Ожидаешь от этого аромата чего-то дерзкого, нового, яркого Ты понимаешь, что такого, наверное, еще не было Это просто взрыв эмоций должен быть На деле получилось сочетание красных фруктов и пионов на амброксановой базе Немного кисло, немного сладко Но в целом нет вот этого взрыва эмоций Который показала эта девушка в зеленом платье в ролике Почему-то именно у этого аромата оценок не нравится вдвое больше, чем нравится Хотя все же хочу отметить, что вот Joy, например, для меня более безликий, чем Kinzo Следующий аромат это Twilly от Hermes И скажу сразу, что я не буду слишком сильно ругать этот аромат Просто мне непонятно, ну почему Почему опять вокруг него столько шума, если он на самом деле того не стоит Дом Hermes это в первую очередь ассоциация с какими-то кожаными и сдержанными ароматами Здесь такое ощущение, что они решили захватить еще и молодую аудиторию и сделали такой сладкий микс Ну это такая люксовая тубероза По мне чуть приторно-сладкая Какая-то слегка дешевая для Hermes на самом деле Вот если бы это выпустил какой-то более простой бренд Вообще не было бы никаких претензий Но Hermes и вот этот аромат совершенно не клеятся вместе Аромат Poison Girl от Dior И мнения по поводу этого аромата разделились Те, кто смогли связать исчезновение с полок Midnight с появлением Poison Girl Естественно его возненавидели, потому что они очень любили именно Midnight Те, кто этого не смогли сделать, ну менее пристрастно к этому относятся Но в целом все согласны, что именно этот аромат менее ядовитый, что ли, по сравнению со своими предшественниками Ну в целом это такое миндальное печенье Чья формула очень далека от того посыла, который изначально нес Poison Громкие ноты ванили и миндаля Немного цитрусовых, немного древесины и овердос эльтималтола Скорее всего, этот аромат не получил бы столько негатива, если бы не существование до него Midnight Но в сегодняшнюю подборку он ложится идеально La Via Belle от Lancome либо любят, либо ненавидят Все зависит от того, любите ли вы сладкое Потому что те, кто ее обожают, говорят, что этот узнаваемый сладкий шлейф просто прекрасен И именно из-за этого шлейфа его некоторые ненавидят, потому что кто-то готов впасть просто в сахарную кому от передоза сладкого Быстрые углеводы в парфюмерии – это вещество эльтималтол, которое отвечает как бы за запах сженого сахара или карамели И вот здесь кажется, что просто слишком, слишком много сахара Хотя вообще-то пресс-релиз обещает в пирамиде ирис, смородину, грушу и фледоранж Но добраться до них суждено далеко не всем В принципе, можно предположить, что аромат La Via Belle – это попытка Оливье Польжа, парфюмера, как бы повторить самого себя в созданном им аромате Angel от Mugler Хотя самое забавное, что любители аромата Angel, ну не то чтобы очень чтят аромат La Via Belle Дольче Габбана номер три, она же императрица И мне кажется, что основной грех императрицы в том, что настолько простой и незамысловатый аромат, что он понравился очень многим И заполонил просто абсолютно все города, все страны, рестораны, метро и маршрутки В основном это летние свежие фрукты и больше всего здесь ощущается арбуз Такой знакомый запах – арбуз и киви Вот прям ты распшикиваешь и понимаешь, что ты как будто только что выдавил на блотер арбуз Скажу честно, этот аромат у меня есть, он до сих пор стоит на моей полке Но, к сожалению, им хочется пользоваться все реже и реже, потому что, правда, он уже кажется, ну такой попсой заезженный И еще больше всего меня удивляет, что этот аромат часто используют женщины возраста так цацать Хотя он больше молодежный и летний Завершает сегодняшнюю подборку Mason Francis Kyrgyan Paccarat Rouge 540 Очень длинное название самого бренда и аромата, поэтому только зачитывать приходится Его особенность в его противоречивости Одни чувствуют там ноты ягод и сладкой карамели, поэтому в восторге от него Для других он пахнет бинтами и болезнью Естественно, никто не хочет так пахнуть Чем он пахнет для меня, я еще не знаю, если честно На самом деле, это, наверное, самый противоречивый аромат, который мне удавалось ощущать Потому что, с одной стороны, я чувствую заявленные какие-то хвойные ноты И даже йод, про который очень многие говорят Но при этом такое ощущение, что вот под этим слоем проеженных бинтов Скрываются те самые карамельки и ягоды, про которые говорят другие люди В небольшом количестве он пахнет дубовым мхом А вот если сделать передозировку, то как раз получается йод Парфюмеры, кстати, отмечают, что формула этого аромата довольно грубая и простая И все же ажиотаж вокруг него не утихает Ну, потому что это как то самое платье, помните? Для кого-то сине-черное, для кого-то бело-золотое И поэтому каждый раз, когда кто-то слышит в магазине, что у кого-то это пахнет йодом А у кого-то ягодами, всем хочется его протестировать Я уверена, что многие из вас побегут в магазин после выпуска Мне иногда кажется, что производители ароматов больше денег вкладывают в рекламу и в продвижение, чем в саму парфюмерную формулу Вместо того, чтобы снимать рекламный ролик за бешеный бюджет, лучше бы вы что-нибудь интересное сделали со своим ароматом Потому что очень часто самые топовые, самые громкие, самые масштабные презентации Скрывают за собой просто абсолютно скучный и неинтересный аромат Напишите, пожалуйста, в комментариях, было ли такое, что вы повелись на какую-то рекламу, купили, а потом разочаровались в аромате И ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на наш канал и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новый видос Императрица у меня уже есть из этой подборки, поэтому возьму-ка я бинты и пойду проверю, на ком него